Добрый день! Я, как депутат Государственной Думы и фракции ЛДПР, обязан реагировать на те проблемы, которые существуют в регионе. Но есть и вопросы, по которым люди обращаются напрямую, а есть и вопросы, которые неизвестны для широкого круга избирателей, но эти вопросы очень серьезно и существенно влияют на их жизнь. Поэтому по роду своей деятельности я являюсь человеком осведомленным по тем процессам, которые происходят в нашем регионе и, соответственно, беру их на контроль. На сегодняшний момент я считаю наиболее злободневными, и те запросы, которые направлены, держу на личном контроле, это запрос, который я направил в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации, рассмотреть вопрос на предмет искусственного подведения к банкротству Рязанского водоканала и, соответственно, целесообразность выставления данной организации на заключение договора концессии, то есть передачи в коммерческую организацию на управление. Все это чиновниками рязанскими и областными обставляется таким образом, что данное предприятие очень плохо приносит прибыль, маленькую прибыль приносит, очень убыточной, потому что не профессиональный менеджмент. И если эта организация, которая является, на мой взгляд, стратегическим объектом для Рязанской области, попадет в руки коммерческой организации, то, соответственно, будет более хорошее управление. Ну и самое главное, что, по имеющимся данным, водоканал был достойным предприятием, который хорошо работал, приносил прибыль и, соответственно, все вопросы, которые на территории нашего региона возникали, на территории города Рязани, водоканал успешно решал. Вот как только возникает вопрос и как только коммерческая организация захотела управлять водоканалом, почему-то загодя начали появляться такие информации о том, что водоканал убыточный. Поэтому я и направил депутатский запрос, как депутат Государственной Думы, который должен отстаивать интересы не только той коммерческой организации, которая хочет завладеть водоканалом и в конституционном соглашении участвовать, но, соответственно, чтобы это было в интересах жителей города Рязани. И необходимо проверить эту информацию, действительно ли так все плохо, действительно ли причины неизлечимы, кроме как передача в частные руки. Может быть, надо сделать какие-то кадровые решения в структуре водоканала, в структуре ЖКХ города Рязани и дальше работать. Может быть, нет смысла передавать в консессию, тем более, что это повлечет неизбежное повышение цен на тарифы. Соответственно, ни одна коммерческая организация никогда не будет работать в убыток себе. Еще один вопрос. Мы очень часто слышим в средствах массовой информации, в интернете. Очень много вопросов идет о коллекторах. Очень много идет вопросов о людях, которые должны деньги, которые своевременно не исполняют свои обязательства перед банками. Очень много мы читаем интервью, в том числе и представителей службы судебных приставов, как они обеспокоены тем, что обязательства не выполняются, в том числе и публичными людьми. Ну и, соответственно, в этой связи абсолютно адекватный, объективный вопрос. А что же с теми 78 миллионами рублей, которые находились на счетах мастер-банка, которые попали туда буквально за несколько недель до того, как у мастер-банка была отозвана лицензия? Речь идет о деньгах нашего гарантийного фонда. Соответственно, у нас есть замечательная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. И, соответственно, малому и среднему предпринимательству в Рязанской области оказывалась такая форма поддержки, как государственная гарантия при получении кредитов. И, соответственно, гарантия оказывалась в том объеме, которым обладал этот фонд. Фонд обладал суммой 78 миллионов рублей. У нас есть большое количество замечательных банков с хорошей репутацией. Я могу их даже перечислить не ради рекламы. Это банк ВТБ, банк Россельхозбанк на 100%, государственный банк, кстати, Россельхозбанк, Сбербанк. То есть ряд банков, которые вряд ли будут попадать под санацию или под отзыв лицензии со стороны Центробанка. Но почему-то какие-то чиновники в городской администрации или в областном правительстве, это должно разобраться, следствие принимает решение за несколько недель до отзыва лицензии у Мастербанка, хотя информация уже в СМИ была, что у Мастербанка не очень хорошие рейтинги, не очень хорошие перспективы. Такая огромная сумма переводится на счет Мастербанка. То есть денежные средства гарантийного фонда, фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в размере 78 миллионов рублей, перечисляют на счет Мастербанка. У Мастербанка отзывается лицензия, и эти деньги, соответственно, исчезают. Я как депутат Государственной Думы, фракции ЛДПР, направил депутатский запрос в прокуратуру, в Следственный комитет, с целью разобраться, кто дал такую команду, кто понес какую ответственность, почему именно этот банк выбрали. Много ходит разговоров о том, что якобы в этом банке были самые хорошие условия. Но, честно говоря, самые лучшие условия для государственных денежных средств, это когда деньги будут гарантированно находиться в безопасном месте. Поэтому, если кто-то должен понести за это ответственность, он должен ее понести, и нам необходимо разобраться, почему и общественность нашего города молчит, куда смотрят различные общественные организации, которых порой возмущает деятельность тех или иных политических партий, высказанных тех или иных политических деятелей. Тишина в городе прошла уже несколько лет, все молчат, нет никаких проблем. Ну, подумаешь, пропало более 70 миллионов рублей. Ну, кто знал, что Мастербанк отзовут лицензию? Да, действительно, никто об этом не знал. Но тогда надо разобраться, почему именно Мастербанк. Ну, и еще один депутатский запрос, который я считаю немаловажным. Я направил министру сельского хозяйства Российской Федерации Александру Николаевичу Ткачеву. Меня беспокоит ситуация, как и многих рязанцев, судьба нашего крупного предприятия «Рязанский броллер». То есть несколько тысяч людей оказались на улице безработными. Существует задолженность по заработной плате. Существует угроза того, что это предприятие после такого длительного забвения, столько времени уже не работает, выйдет из строя и, соответственно, восстановлению не будет подлежать. И, возможно, даже оно не будет привлекательным ни для одного инвестора, чтобы вкладывать туда деньги и возрождать производство мяса птицы. Это крупное было предприятие. Нас интересуют, в первую очередь, рабочие места на территории нашего региона. Ну и поступление, соответственно, доходов в бюджеты различного уровня. Если такое крупное предприятие работает на территории субъекта Российской Федерации, в частности, на территории города Рязани, поступают налоги в бюджет Рязанской области. Мы даем людям рабочие места. Огромное количество косвенных сопутствующих предпринимателей зарабатывают денежные средства. То есть, аренда помещений для открытия сети магазинов, продавцы и так далее, и тому подобное. То есть, в том числе, сбыт кормовой базы. Огромный пласт предпринимателей различных направлений экономической деятельности остаются, скажем так, без выручки, если такое крупное предприятие закрывается. Соответственно, здесь надо очень жестко брать на контроль этот вопрос. Как и по станкозаводу я направлял депутатский запрос Дмитрию Рогозину. Как и сейчас, я направил министру сельского хозяйства свое беспокойство по поводу бролера Рязани. Хотелось бы, чтобы правительство Российской Федерации оказывало содействие нашему региону. Вопрос идет не о том, что регион не может самостоятельно справиться с этими вопросами. Речь идет о том, чтобы правительство Российской Федерации подключались к таким вопросам и помогали и руководству нашего региона, и жителям Рязанской области выходить из этой ситуации. Надо находить пути решения, надо находить те заинтересованные стороны, которые готовы будет инвестировать для того, чтобы сохранить предприятие. Какие наиболее актуальные темы сейчас вы держите на контроле? Больше всего сегодня обращение поступает со стороны жителей нашего города. Это внутридворовая территория, асфальтирование дорог. Вот мне хотелось бы привести пример. Это улица Михайловское шоссе, дом 250, корпус 678. Значит, речь идет о чем? Речь идет о том, что многие годы, на протяжении 10 лет, туда не строится дорога и не асфальтируется внутридворовая территория. После многочисленных переписок я был вынужден, как депутат Государственной Думы, направить депутатский запрос, соответственно, в прокуратуру Рязанской области. Ну и прокуратура Железнодорожного района, изучив обстановку на месте, направила иск в суд Железнодорожного района города Рязани с просьбой обязать администрацию города Рязани заасфальтировать дорогу. Насколько я знаю, решение суда принято – обязать администрацию города Рязани заасфальтировать дорогу. Пытаемся сейчас получить это решение на руки и пытаемся сегодня добиться того, чтобы администрация города Рязани выполнила решение суда. Если решение суда в городе Рязани не выполняется, то это неправильно. Для этого необходимо принимать другие меры и механизмы. Но мне хотелось бы, пользуясь случаем, пользуясь этим эфиром, еще раз обозначить эту проблему. Я хотел бы, чтобы все заинтересованные лица, я хотел бы, чтобы все должностные лица, которые отвечают за соблюдение законности на территории нашего города и региона, обратили внимание на тот факт, что уже год существует решение суда железнодорожного района города Рязани обязать администрацию города Рязани заасфальтировать дорогу, которая ведет по улице Михайловское шоссе к домам номер 257, и там указаны корпуса. Когда решение суда начнет выполняться, администрация города Рязани, когда начнет асфальтироваться эта дорога, мы пока не знаем. Депутаты, которые избраны от этого округа, они должны также вместе с нами взять на контроль вопрос. Я еще раз повторяю, есть решение суда по улице Михайловское шоссе, дом 250, с указанием корпусов, обязать администрацию города Рязани заасфальтировать данную дорогу. Соответственно, депутаты городской думы и областной думы, которые избраны по одномандатным округам от этой территории, от партии «Единая Россия», большая просьба их подключиться к этому вопросу, используя властные полномочия правящей партии, довести решение суда до исполнения. Александр Николаевич, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости, озвучили такие важные вопросы, такие важные темы. Я желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо еще раз. Спасибо, до свидания. До свидания. Это была программа подробностей. Мы с вами увидимся скоро. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова